Приветствую вас. Начать я бы хотел с того, чтобы вы для себя определили, почему вы ссоритесь со своими матерью и сестрами. Чем причина ссор ваших сын. Это первое. Второе. Вам нужно не пытаться принять, что вы хорошие, потому что не бывает людей хороших или плохих, бывают люди разные, и каждый человек разный, каждый человек уникальный. И вот вам нужно не хорошая быть пытаться, а вам нужно стараться принять свою уникальность, принять свою индивидуальность, принять, что вы личность, что вы ценность в себе и так далее. Вот это куда важнее от того, что вы пытаетесь принять тот факт, что вы хороший. Потому что хороший можно быть для кого-то. Для одних людей можно быть хорошим человеком, для других людей можно быть тоже хорошим человеком. И так далее. Но правда заключается в том, что всем не угодишь, на самом деле. И это и не нужно угодать всем. Вам нужно просто понять, чем вы, именно вы ценность для себя в первую очередь. А потом уже будет понятно, как эти ценности, как ее, скажем так, допустим, правильно реализовать, как вашу ценность, допустим, правильно рассматривать, как ее правильно использовать, эту ценность, ну и так далее. Вот это куда важнее, куда более важный момент, чем тот, о котором вы говорите. Понимаете? Это первое. И, пожалуй, второе, о чем я хотел вам сказать, то, что очень важно, на мой взгляд. Значит, ваши родители, ваша семья, может быть, и так далее, они для вас установили, ну, такую вот, знаете, определенную планку, да? То есть, вот, вы с ними шоритесь, вы как бы все время пытаетесь с ними как-то конфликтовать, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот. Это вот самая большая проблема, на мой взгляд. Потому что конфликтовать со своими родными вы можете только по одной простой причине. Причина эта заключается в том, что вы имеете тот образ для них, который они сами вам создали. Вы стараетесь из этого образа выйти, из того образа, который они вам создали. В частности, ваша мама, не столько сына, сколько ваша мама. И, естественно, они, ваши родные, пытаются вас удержать в этом самом образе, который они для вас создали. И вот этот аспект, этот аспект, я бы хотел, чтобы вы для себя постарались понять, как можно лучше, как можно полнее, как можно четче, чтобы вы понимали, как и что происходит на данный момент у вас. И когда вы поймете причины, по которым, вот когда вы поймете и увидите причины, по которым ваша, например, мама, ваши сестры не принимают вас такой, какая вы есть, когда вы для себя вот это поймете, вот тогда у вас, на мой взгляд, проблемы начнут уходить. А пока, пока что, пока что, вы, по сути дела, борете с тем, как вас, значит, представляют ваши родные. Ну, то есть, по сути дела, вы боретесь с другими людьми, а бороться с другими людьми не стоит. Далее. Вы представляетесь, вы пишите, что часто представляете себя родственницей какого-нибудь, какого-нибудь, какого человека. Главное нужно, во-первых, понять, что за чувства вы используете, испытываете. То есть, вы говорите, есть гордость, значит, но, что за этой гордостью стоит. То есть, гордость, за что вы испытываете. Вот, конкретно гордость, за что вы испытываете, какой вы себя чувствуете. Если вы контролируете часто на эту тему, значит, там вы получаете то, чего вам не хватает в жизни. Вот, и постарайтесь для себя понять, а чего же вам не хватает в жизни, и почему вы не можете сами это получить. Вот, по вашему тексту, ситуация вырисовывается следующим образом, что вы, значит, не имеете возможности думать о себе, как о человеке, который может, значит, иметь собственную значимость, который может добиться чего-то в жизни. И вы за счет своих родственников пытаетесь, значит, вот это вот значение, свое значение, свою значимость компенсировать. И по этой причине вы представляете себе, очень часто, почти постоянно, представляете себя родственником, значит, знаменитого человека. То есть, вы считаете, что если вы родственник знаменитого человека, то, соответственно, вы сами тоже знаменитый, тоже значимый и так далее. А грустно вам, на самом деле, всего лишь на все, подумайте о том, какие у вас плюсы у вас самой, какие плюсы у вас самой, и постараться эти плюсы начать реализовывать. То есть, спокойно, не спеша для начала нужно получить представление о себе. Куда более лучше и правильное, на мой взгляд, представление, чем то, которое у вас есть, вот скажем, на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Потому что пока что ваше представление о себе, оно, на мой взгляд, весьма и весьма искажено. Но это очень плохо, что оно у вас искажено, представление о себе, потому что вы из-за этого не можете грамотно и адекватно отдавать себе отчет в том, какая вы, что вы из себя представляете и так далее. А это очень важно, в данном случае. Поэтому, вам не нужно пытаться принять, значит, какая вы хорошая, а вам нужно, значит, определить свои положительные стороны. Первое, второе, значит, вы здесь пишете, что я сегодня вот готовый, мне кажется, рядом сидит мой знаменитый папа или мама, и они идут от меня каких-то великих результатов, а я боюсь их разочаровать. Значит, ну, вот здесь сначала нужно определить, чем вызваны ваши контакты знаменитого папы и знаменитой мамы, во-первых. А во-вторых, нужно стараться понять, чьи именно ожидания и почему вы пытаетесь удовлетворить. То есть, какие именно и чьи ожидания вы хотите оправдать, зачем и для чего вы это хотите сделать, почему вы вообще должны чьи-то ожидания оправдывать. Пожалуйста, вот этот момент, тоже я бы хотел, чтобы вы для себя постарались понять. То есть, сперва, это взаимоотношения с вашими родными, сперва, это взаимоотношения с вашей мамой. Это первое и самое важное. Второе, это причины ваших фантазий, чем они вызваны, чем продиктованы и так далее. А далее, потом, соответственно, какие ожидания вы хотите оправдать. На мой взгляд, основная проблема заключается в том, что вы не считаете своих родных, которые у вас есть сейчас, достойными того, чтобы оправдывать их ожидания. Вам кажется, что ваши родные, они недостойны того, чтобы их ожидания как-то оправдывать. И отсюда ваша проблема. То вы, с одной стороны, ожидания оправдывать хотите, потому что вам привили чувство, что вы должны оправдывать чьи-то ожидания. Но, с другой стороны, вы не хотите оправдывать ожидания именно своих родных, потому что они, по вашему мнению, недостойны этого, недостойны того, чтобы вы хотели соответствовать их ожиданиям. И в данном контексте нужно, во-первых, не принимать себя, а, значит, в данном контексте нужно принимать ваших родных, нужно принять их такими, какие они есть, чтобы не считать их достойными или недостойными. Это во-первых. А во-вторых, необходимо поработать над тем, чтобы проанализировать и подвергнуть критике позицию, что вы должны оправдывать чьи-то ожидания. Это вот является здесь принципиально. То есть, откуда у вас установка, что вы должны решить ожидания оправдывать? Почему вы не можете жить для себя? Почему вы не можете жить по своим идеалам, по своим поведенческим нормам, мотивам и желаниям? Что вам мешает? Вы не сомневаетесь в себе? Вы не доверяете себе? Скорее всего, если да, если да, то тогда, соответственно, в чем именно? Это тоже очень важный момент для того, чтобы вы лучше научились себя понимать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!